Приветствую Вас, Владимир. Давайте разберем Ваш вопрос. Честно говоря, некоторые моменты Вашего вопроса, некоторые речевые обороты Вашего текста, к сожалению, для меня остались загадкой. Я не очень понял значение их и смысл, а спросить Вас, понятное дело, я не могу. Самое что, ну понятно, что наверняка для этого Вам нужно будет написать либо дополнение, да, либо как-то еще, Вы этого не сделали в наш порядок. Смотрите, эм, я думаю, что Вам следует изучить механизм слияния, вот такой вот психологическую защиту к влиянию. Да? Вот. А для чего изучить, значит, зачем изучить? Потому что это, как мне кажется, то, что с Вами происходит. То есть Вы, по моим ощущениям, как раз таки сливаетесь со своей женой, да? Вот. И позиционирует себя как единое целое. Вот. И вот то, что Вы говорите, говорить о том, что Вы знаете друг от друга все до умельчайших подробностей, это вот как раз, на мой взгляд, да, говорит о механизмах слияния. Чем особенный механизм слияния, в чем его особенность? Его особенность заключается в том, в первую очередь, что размываются личные границы, личные границы между, ну, между людьми. То есть Вы, по сути, не разграничиваете себя и свою жену, да? То есть, вот, где эта грани между Вами, да, и Вашей женой спасите. Как будто бы этой грани не существует. Хотя эта грани, она, безусловно, едет. Соответственно, как раз когда механизм слияния активен, то возникает интровекция, то есть возникает история, когда то, что происходит с человеком, например, вот Ваша женой, вот с ней произошло, и Вы принимаете на свой счет. То есть, как будто бы это происходит с Вами. Понимаете? То есть, иными словами, а благодаря механизму слияния, Вы принимаете на свой счет, на личный счет то, что происходит с Вашей женой. Происход, произошло с Вашей женой. То, что с ней произошло, безусловно, ужасно. Безусловно, травматично. Хотя, уже это был баун, 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 баунет. Я не знаю, хотела ли она к психотерапии или нет, но у меня такое ощущение, что Вы больше травмированы, чем она. Понимаете, у механизма слияния есть одна такая особенность. Человек, который в него попадает, ну, боится жить. Человек, который в него попадает, боится получать удовольствие от жизни, боится наслаждаться жизнью, вот. Понимаете, какая штука? то есть, ему не принадлежит его, собственно, жизнь. И, мне кажется, это весна, важный момент, потому что, если Вы, например, боитесь, действительно, боитесь жить, как я думаю, то в это слияние и в это место Вы уходите, чтобы не сталкиваться с чем-то непосредственно в своей жизни. Вы переживаете то, что, ну, вот, в некоторой степени можно назвать несправедливостью. Да, то есть это поступление, несправедливость и так далее. Вот. Но Вы не оставляете осеннее своей, это прожить. Вы снова и снова проживаете это с вами. Но это есть, безусловно, есть свои причины. А, как я и сказал, основные, это как раз связанные со страхом жить, с растворением в другом человеке, по сути дела. И вопрос, который Вам нужно, на мой взгляд, себе задать, да? От чего такого я убегал в, ну, от чего такого я убегал из своей жизни, что вот для меня вот это стало такой навязчивой идеей, что для меня лично это значит. Может быть, я скажу еще такую не очень приятную вещь. Но вполне возможно, что для Вас, что произошло с Вашей женой, болезненно, потому как так или иначе задевает Вас. Нужно постараться увидеть, чем Вас это задевает. Если задевает. Увидеть это необходимо. И увидеть, в чем Вы принимаете это на свой счет. Вот. И что для Вас означает решить вопрос? То есть, вот, понимаете, то, как Вы описываете ситуацию, да? То, как Вы описываете этот момент. Здесь не совсем видно, какое значение Вы вкладываете в то, о чем говорить. Да? Вот. То есть, ну, вот, что для Вас означает не есть, как Вы это воспринимаете. Вот. Какой именно вопрос Вы хотите решить? В чем, вот, Вы говорите про то, что думаете об этом постоянно, но чуть поглубже, да? То есть, как бы, ну, чуть поглубже. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Не опускаетесь глубже Вы, по факту. Вот. Какой еще важный момент? В один момент то, что, ну, помимо механизма слияния, который Вам нужно, а-а-а-а-а, поисследовать, да, ну, сам, самому. Вот, желательно видеть, что вот, то что вы описываете похоже на навязчивые мысли, а не навязчивости, ну потому что вот вы все время думаете об одном, вот, соответственно, помимо механизма навязчивости, есть вероятно и какие-то еще детали, вот, в частности, например, аспекты ваших взаимоотношений с женой вызывают вопросы, вот, значит, ее тоже нужно корректировать. И вам необходимо увидеть главное, что дело не в месте, не в том, что произошло с ней, а дело здесь именно в вас, и проблематика, которую вы описываете, она была у вас еще до того, как с вашей женой случилось то, что случилось. Вот. Не исключено, что вы смогли довериться, довериться, вот, ну, описывая механизм влияния, да? Я не исключено, что вы смогли довериться своей жене, не просто потому что она богатая, потому что она стала жертвой, вот. и, соответственно, для вас это имеет особое значение, то, что она стала именно жертвой, вот. может быть именно поэтому вы и смогли довериться, то есть, кому-то не жертва, вероятно, довериться вы бы не смогли, вот. Так что я бы сказал, что здесь очень много аспектов в ваших отношениях вызывают вопросы, на которые, на мой взгляд, нужно обратить внимание и разбирать их, эти вопросы, я имею ввиду. Вот. Мне кажется, что вам мало по внутренним очевидствам себя в отношениях. Жена, вы, поскольку распадаетесь от меня, то вам себя мало, и вы себя, вероятно, вот, ну, не чувствуете, или не чувствуете, но недостаточно хорошо, вот, недостаточно, значит, ощутимо. И это, естественно, накладывает, на мой взгляд, отпечаток в виде, вот, того, что вам хочется отомстить. Вот, эм, проявить себя, как-то. А в других моментах вполне вероятно, что вы не чувствуете, что есть у вас такая вот возможность себя проявить в полной мере. поскольку в слиянии есть всегда вот этот момент, что достаточно трудно себя как-то вот проявить, почувствовать себя полноценным, ну, полноценным партнером в отношениях. Даже не партнером, это я не совсем правильно сказал, скорее, эм, полноценной стороной в отношениях себя сложно почувствовать. Ну, вот. Начал бы я работу с эм, эм, личными границами. Вот. То есть, именно, вот, личные границы я бы, поисследовал бы. Вот здесь. Ваши личные границы я имею в виду, конечно же. Вот. То есть, где, вот, заканчивается, где заканчивается ваш ответ, начинается ответ с жены и наоборот. На этом все. Надеюсь, что вам мой ответ был полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой первичную. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи и решения всех ваших трудностей. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...